В данном случае здесь мы видим небольшую рану, называется сухобочина. Это один из внешних диагностических признаков того, что внутри дерева может развиваться гниль. Проверить это наверняка поможет резистограф. Как пользоваться диагностическим прибором на мастер-классе объясняет специалист школы по уходу за деревьями. Сверло фиксирует перепады плотности древесины, а резистограмма позволяет выявить больные участки. Диагноз для этой сосны – начальная стадия развития гниля. Но дерево еще можно спасти, уверен эксперт. Нужно работать с иммунитетом дерева, проводить терапевтическое лечение. Это внесение удобрений, различных подкорм. Соответственно, снижать парусность кроны, если имеется высокая парусность, санитарная обрезка. То есть нужно за деревом ухаживать. Подробнее о правильном контроле и уходе за городскими зелеными насаждениями на обучающем семинаре в администрации Красногорска. Просто посадить дерево недостаточно, уверен Сергей Пальчиков, член экологического совета при губернаторе. Правильно подобрать саженец, поддерживать его иммунитет, своевременно выявить аномалии – все это важно. И не только для сохранения самих стволов, но и для общественной безопасности. Деревья или часть их падают, страдает имущество людей, к сожалению, много случаев гибели человека и травмирования. Это как раз задача школы ухода с деревьями – привнести новые знания, новые технологии, европейские подходы к вопросам грамотной посадки, грамотного выращивания, воспитания дерева, безопасность, чтобы он был во взрослом состоянии, и выявление опасных экземпляров среди взрослых деревьев. Учитывая, что мы постоянно высаживаем большое количество саженцев, за которыми потом необходим уход, мы обратились с предложением принять участие в этом семинаре к сотрудникам управляющих компаний, подвинственных учреждений, которые по роду своей работы занимаются уходом за деревьями. Плюс еще у нас постоянно возникают вопросы определения аварийности дерева. Слушателями семинара стали 89 человек. Это специалисты сферы благоустройства, в том числе Красногорской городской службы. Все участники по итогам обучающего мероприятия получили специальные сертификаты.